canon же 3411 аппарат выдает вот такую ошибку по 02 во всех аппаратах струйных во все времена тоже лет 15 ошибка панель 2 это у нас почему-то всегда говорит о том что нету перемещение каретки либо что-то мешает перемещению каретки давайте-ка сейчас на это посмотрим откроем крышечку темно как у негра в одном месте с помощью фонарика мы можем четко убедиться посторонних предметов нету но почему каретка не ездит так для начала я сделал бы следующее взял бы каретку и рукою немного погонял бы но увы ну тут вот вот фиксатор такой он вышел нашу сторону и тем самым калетку не пускает я думаю что у него как раз вся проблема все калетка вышла никаких проблем так из-за чего же может быть проблема с кулачком он у нас не скидывается значит он чернила остатки чернил которые выплевают у нас печатающая головка они получается липучие их нужно немножко смыть понятно идеальная смывка это мы разбираем аппарат снимаемся кожухи достаем вот этот узел протяжки бумаги и все у нас работает но мы поступили чуть по-другому и значит берем обыкновенная моющая такой вот распылитель а ля мистер мускул и аккуратненько вот на те вот шестереночки просто вот так вот попырскиваем они смывают этот этот майдор можно на станцию очистки она же является парковкой для печатающих головок и вот так вот аккуратненько пропырскиваем чернила все водораспоримовые хорошо смываются запах конечно этого моющего не фонтан вот видите во время работы печатающих головок они работают системе bubble jet все-таки немножко чернила хоть и ну вообще чуть-чуть но попадают на тракт прохождения бумаги вот даже вот здесь вот видно вместе с водой вот это вот пыльца чернильная вот таких такс и превращается а так вот помыть редуктор протяжки это не будет плохо а главное потом сухой салфеткой не забудь аккуратненько протереть ленту энкодера все-таки крупицы крупицы попадают на ленту потом с ленты попадут на датчик на головке датчик который считывает позиции ну вот это вот ленте вот это вот лента лента энкодера значит берем салфетку можно влажную которая там уже заканчивается она уже далеко не влажная или сухая и протираем ну собирается но ни в коем случае не протирать спирт влажной мыльной водой можно спиртом нет просто убираем вот эти вот капли все сейчас получается вся влага уйдет осядет и мы еще поверху шестри шестри чтобы не клинило немножко смажем машинным маслом то что там влага не обращайте внимание пройдемся в местах трения я уверена все сто процентов запустится без проблем и будет работать наш чудо аппарат струйный кэнон так смотрим аппарат нас еще в ошибке выключаем и включаем сейчас будем пробовать печатать тест вот видите аппарат без проблем вышел в готовность никаких ошибок печатаем тест печатать тестом можно как с компьютера так из пользовательского меню вот этого дисплея значит нажимаем вот эту вот кнопочку и жмем далее копирование и смотрим на результат сейчас он подкачивает потихоньку подкачивает чернила нормально и все пошел печатать ну понятно что трохи влаги будет появляться так смотрим все нормально но цвета трохи подгулявшие вот у нас была проблема по 02 мы решили следующее будет видео как решить проблему с вот этими цветами видите желтый малиновый синий но синий он больше фиолетовый чем синий опять же нужно еще будет обращать внимание что у нас происходит в трубопроводе а в трубопроводе у нас пустота следующее видео будет как бороться с этой пустотой и какими способами то есть Продолжение следует...